МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинается фильм «Смотроран-2023. Алтай». Поехали. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ян, все, двенадцать, нахуй. Смотри на эту отморозку. Это человек, над которым я буду, скорее всего, изевать всю дорогу, потому что только отморозок может поехать на такое расстояние, вот на этой машине. Этот человек представляет все электрическое автомобильное сообщество, наверное, потому что он любит очень электрички и качает за ним. У меня нету пути. У меня есть только цель добраться до Алтая. И я вот сто процентов уверен, что я доберусь. Короче, слушайте внимательно, рассказывал один раз, кто-нибудь слышал, сорян. Для того, чтобы не просто работать на свою жопу в этой жизни, много лет назад так просто получилось. Это не из-за того, что я хороший. Мне просто проснулся сон, когда ко мне подошел маленький мальчик и попросил у меня печенье. Я его сначала отгонял из себя, а потом сказал, слушай, да у меня нет ничего. Он говорит, в кармане загляни. Я заглянул в карман, там было печенье, да у меня. Когда я проснулся, мне почему-то показалось, я так подумал, что нужно помогать детям. Я не знаю, почему я выбрал больных детей ДЦП. Не знаю, объяснить не могу. Ну, просто принято было такое решение в 2008 году. С тех пор каждый год по возможности мы собираемся и ездим в различные путешествия. Параллельно с этим помогаем детским домам. Сегодня у нас пробег с Матра-Ран Алтай 2023 года. В этом году у нас рекордное количество людей, которые едут в этот пробег. Я хочу вам сказать, что мы вместе с спонсорами, с вами, собрали достаточное количество денег для того, чтобы реально сильно, максимально помочь этим двум детским домам. Помимо того, что мы поможем финансово и купили все самое необходимое в эти детские дома, нам нужно будет поработать еще и мышцами, и руками, и ногами, в том плане, что нам нужно доехать, нам нужно провести мероприятие и так далее. Вам может показаться, что вы просто едете в легкое путешествие. Это не так. Вы сами у себя спросите, кто вы есть, как водители, после этой дороги. Вы удивитесь, но вы получите огромное количество опыта, которого у вас точно нет. Все, если вопросов нет, садимся по тачкам. Все в крайней правой, в крайней правой, все в крайней правой. Короче, по пробегу, ну, блядь, это лютое движение, ребята, совмещает в себе несколько вещей. Это то есть про движуху, про веселье, про активности, про вот эту вот подурачиться, поисполнять, помесить. Едут хорошо, мне нравится. Видимо, причина в том, что едут на своих машинах, привыкли к ним, любят их. Едут хорошо, вопросов нет. Дорога тяжелая сегодня. Вот эта дорога, я очень жду, когда будет платная дорога, потому что эта дорога, конечно, не такая мрачная. Я давно смотрел фильмы, как был смотропробег на европейскую землю, вот, и это, ну, мне что-то понравилось, приколол, я думаю, поеду, съезжу, увидел сториз, что будет, ждал заявку. Когда объявили, я был одним из, наверное, первых товарищей, кто в него собрался поехать. Все на заправку направо, сворачивая, на заправку направо. Вот, остановились пописать, закольте, пока ничего не получилось, ни первое, ни второе, потому что там такая очередь из вас. По бензу? Да. Ну, сколько это? Я сейчас ехал впритык, прям остался там 60 километров до остановки, но сложновато, потому что как бы динамично едешь, и не получается сильно экономить. Ну, в этом кайф, как бы, это скилл, надо дотягивать. Ну, в крайнем случае, потом что-то будем думать. Давай быстро фоткай, быстро фоткай. Селфи делай, ты нахер пришел. Подойди к нему, возьми сейчас денег, или такой, а денег дай, а ты сними это, а он жмотится. Давай быстрее. А он же рублей просит, да п*** нам говори. Можете 5 денег дать? Денег дай? Да. Это он рассказал, да? Блин, братец, у меня вот только полтос. Я бы, если бы работал на заправке, я бы, когда видел ТРХ, я просто такой, мне дают полтинник, я отдавал бы полтинник, и давал бы еще сотку, и говорила, иди, бомжар. Тут не хватает. Минимум 500 просто. Что здесь Нижний, рядом здесь сцены, видел вокруг? Ну, это, знаешь, ну, что было? Поехали в Нижний, займем, сейчас найдем чем-то, покажу. Улица моя, вдоль дороги дома, за главой в лавах пишется роман, музыка дворов, городской роман, подыграем мне свой со мной, улица мой со мной. Нет, тут переодеваемся, тут климат поменялся, другой, на числовой пояс, и скричили. Это санёк, реально. А для этой щупки. Еще варианты есть какой-то? Без троганов с картофелем. Удивительная история, Леха не бедокурит в колонию. Ты что, не проснулся, что происходит? Ты не нюхаешь никому жопы, да? На своей машине сколы не нужны, да? Я пока паренюс его есть. Я просто знаю, чем это грозит, вот эти вот настроения, вторая, третья позиция. Я колонну заправлять не хочу. Поднимите, поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня в процессе езды кого-нибудь из участников обгонял. Кто бедокурит в колонии, на следующей остановке оплачивает всей массе топлива. Мы едем психологически, мы понимаем, что мы чуть-чуть быстрее потока, а когда мы еще внутри начинаем друг друга где-то как-то обгонять, мы можем просто не увидеть. В какой-то момент, в какой-то где-то как-то ситуации будет, и не увидим, и будет ДТП. Дорога – это всегда трудность в целом, поэтому здесь предугадать очень сложно. Ну, вроде как, с коммуникацией, с людьми пока что все окей. Все, я сейчас заплачу, с меня хватит. Потом внизу вежу, обочина хорошая. Да мы из деревни, ребята, простые, как бы, едем за всеми. Сколько надо, столько я не беру. Ростов, как хорошо, что ты не поехал на М3. Да я бы уже в Казани был просто, понимаешь, надо же ехать за всем. Мы едем по правилам, тут камеры. Мы всегда ездим по правилам. Конечно. Давай, давай, подъезжай сейчас. Поезжайте, все, поезжайте. Слушайте, а вы куда едете? Куда-то, никуда-то. А мы вот, например, в Казань сейчас решили заехать. И говорят, через два часа мы там будем. Как? Так быстро? Они знают. В целом, автопутешествие отлично. Я очень люблю ездить за рулем. Езжу достаточно много. Поэтому для меня вообще кайф. Я кайфую от обстановки, я кайфую от трассы. Так как я очень сильно тоже люблю автомобили. Люблю трассу, прямо обращаю трассу. Мы сейчас заезжаем в горы, заезжаем на мойку. Быстро моем все машины. Может, подостали, потому что я поспал два часа. И в итоге как бы батя еще будет рассказывать нас, где мы были сейчас. Мы чисто на чили, на расслабоне такие. Короче, лялечка вообще. Лилечка. Просто довезла на одном дыхании. Тачка One Love. Ну что, по ощущениям, центрейпер, расскажи людям. Слушай, по ощущениям, ездить одинаково. Но, как бы, пацаны сейчас захейтят меня. Вот сотый залил, сотый залил. И мне кажется, чуть побыстрее поехали. Нет, безусловно, конечно. То есть ты был на 95-м, и вы ехали ровно. Но если бы ты был на 100-м, ты бы его объехал. И мы уже на 100-м потом затравили. И на 100-м было быстрее. Да, то есть вы ехали. И говорят, что у вас иногда была скорость 25. Была 25 скорость, вы когда догоняли нас? Я не смотрю на скорость. А, вы ехали все. Но, это по среду не п***ли вообще. Нет, я не про это. Как мы на таких машинах не догнали нас? Там просто... Нет, по скольке делаем меньше 20. Поэтому мы и не догнали. Логично. Что ты ему сейчас... У меня глазами... И такое... Скорость была меньше 20. Ты меня понял? Миша. Лёха. Мы Лёхе... Суетологу. Суетологу купили подарок. Знаешь, что это такое? Без лишних слов называется. Ты такой шмоточник, ты не поверишь. Он набрал вещей больше, чем я. А ещё говорит, давай возьмем один чемодан и одну сумку. В итоге у него в один чемодан своих вещей еле поместилось. Зачем ты это снимаешь? Я хотел бы перед всеми сказать следующую вещь. Есть два участника с пробегами, которые от меня лично получают два суперприза. Это ты и вот эти прекрасные, замечательные граждане, которые сегодня закидали камнями нахуй всю дорогу. Я пошел для вас за подарками лично метнусь в машину и принесу их сюда. Я объясню, почему в этом городе дарим. Как мне это везти с собой? Пожалуйста, распаковывайте. Распакуй. Это лучше. Это лучше. Чего вообще всё это? Я вас очень прошу. Вы самые опасные пассажиры в потоке. Можно вас попросить на время пробега сидеть на жопе ровно? Есть логика. Мы ехали самые последние. Мы приехали на час позже, чем все. И батя говорит, вы хитрожопые. Вы ехали быстрее всех 25. Как мы ехали 25, если мы на час опоздали на ужин? Разница между электричкой и бензиновой машиной. Стука, бери трубку. Он спит. Он на зарядке. Да что тут? Ты что, где? Почему ты не в дороге? Почему ты не в лесу? Почему ты не умираешь? Где ты? Ты кто-то купил? Нет, ты реально в Казани? Да, я тебя отвечаю. Да, отвечаю давно. Вон, пусаты его. В смысле, давно, давно мы в Казани. Вот гад, а. Ничего, будет 900 километров, там он точно не простощится. Скажу честно, я решил долбануть этот разочек вместе с колонной лишь для того, чтобы показать не только на свою аудиторию, что электрички могут, но и для аудитории Эрика, который смотрит сейчас это видео. Многие думают про варпача. Слащавый в очках, добренький, веселенький, блондин. Но дух у этого пацана сибирского очень много. Ты мой герой. Я сегодня стоял на заправке и писал, и думал, что ты герой. Потому что электрические машины точно должны рекламировать ты, сто процентов. Мы сейчас заезжаем на плодоощную базу. Старайтесь там не перекрывать движение, как-нибудь машину попросайте. С приоры точно колодки подойдут. Дим, что случилось? Да у меня тормозам хана. А сейчас мы пока еще в большом городе, может быть, есть вероятность их найти в диске. Потому что на проточку времени нет. Старник, вы закончили быстро тормоза, потому что он меня не слушает. Потому что он купил машину, сто процентов не сделал ТО, а просто купил и просто поехал. И он не знал, что ТРХ на заводских тормозах полное говно. Я на овощной базе, еще овощные тормоза. Нам для, мы для детей, для детского дома хотим купить. Нам дешево не нужно, мы хороших хотим просто купить. Второй, четыре, сейчас так. Да, стойки сейчас возьмем. Еще один ящик, хорошенький ящик. Здесь оплатил, там оплатил, сейчас арбуз оплатил. Кому поместится шесть? Под доном и малинкой. Так, тащи, у нас газель, мы сейчас газель все покидаем. Какая сумма? Мы почти, короче, все собрали. Сейчас подвигаемся. Стоять метров, белая. Шесть метров, белая купе. Я пойду располчу. Что тут делаешь? И один тут татарин. И один тут татарин в Казани. Все, спасибо, удачи. Меня зовут Павел. Представитель команды и компании «Агрегатка». Занимаемся спортом. Занимаемся ремонтом автоматических коробок передач по всей России, так скажем. И это наш подшифтный детский дом 2008 года. Сейчас колонна приехала в детский дом. И мы будем счастливить детей, чтобы они были счастливы. Дарить им подарки, показывать машины. Дарить классные, позитивные эмоции. На самом деле, мне кажется, что Эрик молодец, что делает такие движухи. Потому что кто, если не мы? Вот ты сидишь на диване, смотришь это. Вот сюда просто по-братски. Поставь лайк. Это поддержит видеоролик. И об этом узнают больше людей. Что нести добро в мир, это действительно нужно. Оператор ты, да? Да. Спасибо, Эрик Давилович. Мы работаем. Люди в курсе. Любите детишек. Ухаживайте за ними, даже если они не дома. Если у них нет своего дома. Старайтесь как-то всегда помогать. Мы помогли. Кто-то еще поможет. Так и все будет. Мирно и дружно. Я организовывала пробег 19-го года. 28 дней мы ехали во Владивосток, посещая детские дома. Я сломалась, наверное, на шестом детском доме. Там у меня просто началась истерика, когда мы вышли. Я не понимала, почему такая несправедливость. Как так происходит? Почему жизнь вот именно так распоряжается? Честно говоря, я думаю, что в этом пробеге мне будет так же тяжело. Но, видимо, что-то в голове изменилось, когда мы посетили первый зербышкинский. Некоторых деток я уже узнала, мы с ними виделись. Смотри, ты сегодня культурно себя ведешь. В прошлый раз ты вел себя по-русски. Он взрослеет, реально. Он рисует, рисует. Я говорю, ты что рисуешь? Я говорю, вот этого нельзя рисовать. Я рисовала. Уже нет вот этого эмоционального такого вот сочувствия, я бы так сказала. То есть ты просто воспринимаешь этих детей как обычных детей. Ну, с небольшими особенностями. Да, несправедливо, да, больно, но не критично. Поэтому все прошло у нас потрясающе. Устроили чудесную шоу-программу. Дети были рады. Столько детских улыбок я не видела никогда. А когда они потом в конце подходят, обнимают тебя. Спасибо, что приехали. Это очень классно. Детки смеялись, детки улыбались. Я уверена, в их памяти это мероприятие останется надолго. Ребят, устраивайте классные вещи. Делайте классные вещи. Вы вообще красавы. Да классный парень. Что мы там объясняете? Погнали. Пошли. Когда мы попали в первый детский дом, первое что, у меня слезы на глазах. Я старался сдержать слезы, потому что я не хотел, чтобы дети видели, что мы все стоим, плачем. И занимался, старался как-то им помочь, веселиться, показать им, что мы счастливы вас видеть. А эмоции, ну тяжело это все. Эмоционально это дается очень тяжело. Я вам хочу сказать, что то, что мы делаем, это не просто мы отдыхаем, любим машины, катаемся по стране и классно проводим время в хороших ресторанах. Мы делаем классное дело, мы помогаем тем, у кого реальная беда. Мы помогаем тем, кому кто просто так поможет. Я перед вами просто сгинаю голову, спасибо вам огромное, потому что без вас в том числе это было бы невозможно за вас. Спасибо, ребята. Ничего, что, заправляемся, пока топливо есть, нормально. Я не могу понять. Почему в Москве или там в Петербурге берешь, заправляешь, потом плачешь? Во всех других регионах, как будто люди все конченые, воруют с утра до вечера. И вот ты пока не заплатишь, тебе не плачут, я не понимаю. Ко мне подходят пацаны, говорят, слушай, вот, как ты рэкс? Ну, вон. Дашь покататься? У меня просто пришла идея купить такую тачку. Но прежде чем ее купить, надо было понять, что это за тачка. Ну, соответственно, мы ее взяли по тестам. Ну и вот отправились мы в поезд. И получается так, что я такой спокойный быт. В тот момент, как увидел, что он и они, они на нем вытворяют. Они опять смеялись. Я говорю, что они на скорости меняются. 16 километров в час мы не останавливались, они ехали к каким-то образом водитель. Они три раза менялись. Я говорю, а какая схема была? Я говорю, наверное, водитель попросил пассажира взяться за руль. Водитель перелез назад. А потом перелез этот. Он говорит, нет. Я говорю, а как? Он говорит, водитель лез туда, а пассажир лез туда. А потом пассажир возвращался туда. Я говорю, при такой схеме кто-то в какой-то момент не рулил? Он говорит, ну да. Команда, пожалуйста, обратите внимание, в группе есть ссылка на заправку Лукоэлл. Так, все встречаются. Все, как правильно? А как правильно? Пермики? Пермики. С огромным уважением и любовью отношусь ко всем пермякам. Но. Если меня еще кто-нибудь сюда позовет, я его пошлю нахуй. Я объясню, почему. Это просто невыносимо. Мы просто не смогли позавтракать в трех местах супра. В трех. Я хотел позвать администратора для одной простой вещи. Чтобы тут люди работали, они настолько являются. Потому что сидит куша людей, стоит этот парень. Вот он. Да, или там кто-то. Он такое не понимает. Мы одни из первых пришли, а нас до сих пор не обслужили. Ну, типа, камон, это нормально? Некому как бы нет. Нам еще администратор берет и что-то учит. Что-то хранить начинает. Ну, так-то такое неприятное отношение. Так, это у нас подписчики Эрика или Парпача, мне интересно. Тех и тех. Как там в рекламе в Сникерсе говорится? Да тормози. А, не тормози, съешь Сникерс, сни. Поэтому и Сникерс. Выходим на улицу. Стоит толпа молодежи. Мы спрашиваем ребят, что ждете до кого? Ну, типа, Давидыч уже уехал. Да нам Давидыч не нужен. Нам нужен варпач. А этот не наслышан. Говорит, какой нахуй лохматик? И потом уходит император вот так вот с балкона. Да это мои деньги. Варпач, он в пробеге, но с пробегом он никогда не едет. То есть он едет один всегда. Просто психоодиночка называется. Вот так ты его по-другому не назовешь. Говорят, что это невозможно. Говорят, что невозможно кататься на электричках. И я пытаюсь разрушать такие стереотипы. Я думал, все будут круизить. Я думал, все будут в морослабоне и так далее. В конце концов, соблюдать правила дорожного движения. А мы просто беспашенные чуваки. Мы просто валим. Водители фурм, я не знаю, они просто в шоке, короче, все. Вот набирай, давай вот сейчас мы идем. Там вдалеку так, значит, свободка. Вот в далеке идем. Очень сильно, пробка крепкая, прям стоят очень сильно. Понял, типа левый ряд закрывает фуру, когда у тебя полоса два ряда. А вот левый ряд закрывает, чтобы другие не ехали. Что за бред, зачем? Ну, можно, конечно, по обочине здесь вот разрыв есть, я могу выехать. Но зачем напрягать людей? Когда есть левая полоса, она свободна. Ты не можешь тут поехать или убрать машину? Ну, составили. Вон там тоже, вон красно-белое все. Я тропаю. Ну, ты перекрыл просто полосу все брать. Просто проезжай вперед, вон там красно-белое. Мы говорим, сейчас и красно-белое подвинем. Ну, зачем вы это делаете? Пусть принципиальная, где-то ерунда, и она облегает постоянно. Вот опять встал. Погнали по обочине еще. Там еще другие стоят, этот бесполезняк. Смотри, видишь, там далеки. Пойди вперед, покажи. Ну, там-то стоят, что ты тут-то стоишь? Ты встань тогда на обочине, там еще смысл. Зачем? Ну, если свободная дорога, чего не поехать? Ты уговариваешь ли нам? У тебя пустое впереди. Ну, слышишь? Ну, проедь, пожалуйста, вперед. У тебя пустая дорога, левая полоса. Сто метров. Сто метров. Послушай меня. Эта дорога общего пользования. Пожалуйста, проедь до следующей машины. Встань. Я плохо говорю. Я грублю тебе. Я говорю не по-русски. Понимаешь, без меня? Будь любезен. Левую полосу либо не занимайся, встань в праву. Либо проедь туда, где все стоят. Спасибо. Что там, кто спереди? Обочина есть, нет? Особо обочины нету. Там такая, тут справа еще стоит грузовик ремонт. Дай я покажу. Дай я тогда сниму. Давай, снимай. Снимаем, брат. Поехали. Ты систему лучше отключи. Систему отключи. Нет? Не переверни только. Да там ровняк, нормально. Вы что творите? Все, хоре-хоре. Мне давно спасибо ехать, а я уже елку спал. Это тачка исключительно для того, чтобы просто вот. Здесь про эмоции. Ты не берешь машину, потому что она, да она никакая, потому что с точки зрения научности, она вообще никуда не уперлась. Вот этот багажник. Ты просто привозят постоянно, ну там, ты что, председатель совхоза только если ты, либо ты эрик. Что в адвесах? Внедорожные тесты М3, заднеприводные. Отважные, короче. Нам, что мы низкие, нам, что шин нету, что грязь, что тачки грязные. Да? Слушай, я тебе скажу, что чем грязнее они становятся, тем они охуги не выглядят. Вам бы, конечно, помыться не мешало. Тихо, 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 тихо. Слушай, вообще, у меня дворники не справлялись. Вот, честно, реально. Стой! Влево колеса и назад. Давай, давай, проходишь, давай. Сюда колеса. Автономка с патронами. Давай, 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 медленно. Уезжаю. Ты можешь не гасить, не тормоз, медленно накатиться и все. Блядь, залезли еще сюда, парочку. Стой, стой, стой. Погода, конечно, в Екатеринбурге такая. Там в одном месте прям плывет. Самое главное правило. Значит, все должно быть вне напряг. В принципе, мы можем в Омске остаться. Мы можем доехать до Омска. Там, извиняюсь за выражение, там, позалипать. Объективно, это правильное решение. Потому что, ну, как бы, тупить в Омске нет смысла. Можно покайфовать в Сибири. Давайте доедем до Омска. И там посмотрим. А селим, че, по барабану? Можно задать вопрос человеку, за которого переживают все в пробеге? И, наверное, не только, и, наверное, все те, кто сейчас даже наблюдает за этим. Хотел бы сделать тебе одно предложение такое, ну, интересное. Ну, не знаю, как ты на него отреагируешь. Давай. Как насчет завтра ебануть 1600 километров за сутки? Погнали. Еще раз? Погнали. Барт Патч, красава. Не сомневался мне. Ну, вообще, просто это сильно. Я хочу оставить большой след в Российской Федерации, как человек, который продвигает электроавтомобили. Клянусь, я ни копейки не зарабатываю с того, что я делаю. Я купил свою первую Теслу в день смерти отца. И мне кажется, у меня психологически привязалась Тесла и электроавтомобили к событию тому, что я 2 марта 2018 года потерял своего отца. Когда я сказал всем вокруг в 2018 году, что я поеду покупать Теслу, вспомните, 2018 год, ничего нет. Все сказали мне, не покупай, не делай такой ошибки. Ты не знаешь, где ты будешь ее заряжать. И лишь только один отец мне сказал, не слушай никого, делай то, что тебе нравится. А у нас минус один участник, точнее, минус мотор у одного участника. Машина не прошла и 5000 километров, 6-6. Удали. Поедем на С-очке, что тебе нам такое? Готовы к 960. Или 1500. К чему готовы? К Новосибу. Не, 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 в Омск. Давайте в Омск подходит. Я думаю, в Омске надо переночевать. Настрой до Новосиба доехать вообще. То есть я думаю, вполне реально, если кто-то согласится, я бы доехал лучше сегодня до Новосиба. Ну, отдохнул бы уже там, что я, причем не тормозиться в Омске, завтра опять ехать. Я бы доехал лучше, где на сне. Я обошел весь белый свет. Дорога на упадке лучше. В разные стороны. Милая, знай, вернусь назад. Хоть и дорога нас свела. В разные стороны. Мы как бомжи какие-то на дороге, да? Постоянно тусуемся. У нас все тусуют. Я не знаю, что. Вот фильм даже, да? Вот взять фильм, да? Вот что показать? Мы на дороге, мы на обочине, мы на дороге. Вот они, профики обочины. Как получилось, что очень много ремонтных работ, ну и были сегодня обочечниками. Мы обочечники. Мы обочечники профессионалов. Были разные участники пробега, но один участник пробега меня вообще впечатлил. Его зовут Пуань. Хотел сделать, хотел сделать, взял, сделал. Короче, когда я с ним познакомился, понял, что они отбитые. Чтобы я им дал свою тачку, да никогда. Вы видели, что они делали? Вот я. На той машине. Вот, посмотри, как это выглядит. Рис, по-токийски. Видимо. Это вы как-то делаете. Это вот то, что я видел? Да, да, это я там. Саня, расскажи, как мы их уломали. Но по схеме сначала один говорит, дай, дай. Второй говорит, да не надо, ладно, да не надо. Да ладно, пускай едут. Чего пацаны будут напрягаться? Да нет, да давай. Потом. Разогнал, вход, развал, разорвал. Ручничок на бачок. И погнал. Жигули, навали, на парковке короли. Сулепись здесь на деле, раступитесь детвора. Пацаны дают углы. Вот так-то, это примерно следующее. Пацаны дают углы. Полуночи при идеальном раскладе мы уже можем быть в Новосибе. Ближе к вечеру, реальный поток, а не будет ничего. Не будет. И мы пойдем на Новосиб спокойно. Мы хоть ляжем, отдохнем, завтра целый день у нас есть покайфовать. Это камень, который попал внутри между пыльником и диск. Если попало, то это полбеды. Если заклинил, то заклинил, а ты бы не ехал. Я уже третий раз в пробеге. И, честно говоря, я жду каждый. В середине каждого я хочу психануть, бросить все, уехать домой. Это стабильная история. Потому что уровень стресса зашкаливает. Если бы это был карбоно-керамический диск, я бы, наверное, напрягался. Потому что это железный диск. Туда просто попал, скорее всего, камушек. Что я с самого начала сказал. В принципе, надо было просто на бордюрчик залезть одним колесом. Туда залезть, рукой его отодвинуть, и камушек выпадет. Но пацаны серьезные. Они готовы тут поддомкратить, поднять и так далее. Дай, пожалуйста, Леша, дай, пожалуйста. Смотри сюда. Я сказал, не истерить, езжайте. Леша, собирайте. На, бацаны. Истерику подняли. Они такие... О, бацаны. Какой-то докателин за такую жизнь. Ай-яй. Цены, спасибо за сибирское фоагра. На минут за три шатали 65 литров Я сам, я не понимаю, как это происходит Я думаю, у меня десятка хватит для их Эти носики полные Чего ты не можешь справиться, что ли? Да как вы их заливаете? Подымай ее здесь, я тебе покажу Она здесь еще, видишь? Бери, пока не наклоняю Все, давай Переворачивай, чтобы она здесь встать начинала Ну вот видишь, что происходит? Тихо, ничего не происходит Просто резко делают Они чистой ерундой занимаются Сотый бенз, сотый бенз Вот ты заливал свои сорта сотый Где твой мотор? Ребят, кто может забрать Антона До Новосиба? Мы просто тормозим в Омске Как только ты вышел Мы стали вот так вот Прислушиваться Что-то слышать Да, что-то слышать Новые звуки появились в машине Звуки были страшные Что-то вращалось И било снизу по машине К сожалению, так сложилось Что мы захотели в туалет Мы выбрали локацию В виде газона перед дорогой Нашелся тот человек Которому это не понравилось Значит, эти типа вышли Якобы встали Этот проезжал Сделал им замечание Они его послали Он уехал Взял друзей, вернулся И дал ей деньги И он остановился Вышел Начали дергать друг друга Через минуту он подъехал к нам Мягко ему начали объяснять Что такая история Бывает со всеми Сорян, что так произошло Что это его обидело Нам не дали Сказать ни слова Мы сразу же получили Брызги Брызги Да не брызги А струю У меня вот тут Просто такой шлейф был Он их заявил Перцевым гончиком Всех И уехал За пацанами Забрал пацанов Вернулся И дальше Поднимая глаза Идут на меня Группа людей И первый, кто на меня шел Это тот человек С которым был у нас конфликт И я, получается, остановился А он дальше пошел И мне ударил С правой руки И я упал Дальше уже подлетели Другие ребята И начали меня пинать Я пытался к нему подбежать Но вся эта компания сказала Вот этот урод И значит, они все Двинулись в мою сторону Мне уже ничего не оставалось Как просто, ну, бежать И в этот момент За мной помчался опять Этот УАЗик Для меня незнакомый город Незнакомые улицы Я вообще не знаю, куда я бегу Конечно, чувствовал себя Отвратительно в этот момент Зная о том, что там Мой друг лежит на асфальте В разбитом состоянии Кое-как я вызвал милицию Попросил, чтобы они Также сразу же отправили Корецкую помощь Я не знаю детали Я знаю, что поломанные рёбра И знаю, что живой Я знаю, что понимаешь Что там кто-то до них Докопался или не докопался То ли они ограбить хотели То ли там просто какой-то конфликт Но какой-то странный конфликт Конфликт это когда Ну, что-то не выделили Подрались, пострелялись Ножами порезали И когда конфликт И когда конфликт А ещё и дальше грабёж С тебя снимают Часто за миллион И уходим Ну, это уже как бы на другое Мы приехали За день Мы преодолели Тысяча семьсот километров Тысяча семьсот на электричке За день В России В России В Сибирь Как тебе такое Илон Маск Мы приехали За сегодняшнюю ночь Мы здесь уже Часто сунься Мы пытаемся Эрика сюда вытащить Ничего не получается Может сказали Что лампа на его машину Он говорит Я сначала поем Потом посмотрю Я думаю Да как так-то И мы не знаем Как его сюда вытащить То есть хотелось бы Чтобы он увидел Случайно машину И заснять Попробовать реакцию Типа чё? Варпадж приехал Я даже не раз Он на трос не взял Я ему предлагал Чтобы ускорить в момент А он говорит Я сильно независимый У меня есть зарядки Мне очень много раз Прилагал трос И я отказался Потому что я решил Что я докажу Что можно своим ходом Добраться до Сибири Спокойно Я только отказал Осталось только Эрика Втомкануть Где Эрик? В итоге будет очень смешно Если бы у него Вообще никакой реакции Не будет Типа он такой Да я знал, что выйдет Давай поздали Мы живем Зазрать вообще Вы должны были быть Вчера ночью Утром Сквозь снег Дождь Град Мы ехали без остановки Вот мы с тобой И нашли границу Вот Нужно было проехать Больше трех тысяч километров Для того, чтобы понять Все же границы Сегодня мы отдыхаем А завтра мы едем В детский дом И после детского дома Мы сейчас Мы поедем туда Где ты не найдешь Сука заряд И я найду Тороист Тороист Не рыжий Ну, было видно по лицу Что он Но Эрик на камеру Это Эрик Давыдич В жизни Это простой Эрик Крутой чувак У нас был участник Форд F-150 Парень два раза Попытался с нами В потоке пройтись Но потом подумал Что это не его И подружился с форпачом И они вместе тусовались Я говорю А что ты с форпачом Ты вместе едешь А он говорит Так с форпачом удобно Каждый час Можно остановиться И покушать Он не так информацию понял Мы не каждый раз хавали Потому что можно было Каждый раз ездить Можно было Да Мы поели Раз мы офигенную заправку нашли Там блины делали Прям при нас блины делали Я очень неправильно Каких-то таплель Серега, ну давай Ну раз время Некуда Серега, держись Чисто сибирский Короче, у РАНа такая история Мы сделали ТО Полное ТО И получилось так Что у РАНа есть такая Значит, графа Oil life Что значит Жизнь масла Но я привык Что если ты меняешь масло То у тебя есть 10 тысяч километров А если ты наваливаешь То у тебя есть 5 тысяч километров Но ТРХ меня удивил Мы проехали 3700 километров И он мне показал Ноль Жизни масла Когда я позвонил Мне объяснили Что это информационная история Нужно следить за маслом И дальше мы соответственно Доехали до Новосибирска И начали искать масло Найти я его не мог Знаете, кто мне помог? Друзья американцы У них с собой было 8 литров масла И фильтр А в связи с тем Что у ТРХ ровно такой же мотор Как у ребят на красной тачке Мне повезло Я сделал замену масла И мы поехали дальше Я думаю, если у меня такое масло В ТРХ во втором такое Ага, вставил Спасибо тебе За масло Едем на Алтай Новосибирске Это относительно Остальных городов Которые Вы приезжали в пробеге Наверное, один из самых Молодых городов Быстро растущий Быстро развивающий Так назовем его Центром Сибири Но он таким и является Вот мы в данный момент Едем на пляж Звезда Эй, Рик Пойдем я тебе игрушку покажу Красного цвета Сутенерская лодка Я их рассекретил Так и живем Ему не за руль нельзя Незаводный мотоцик Ну что, как? Да, отлично Кроме того, что Саня ногу сломал Прыгал через волну Типа перепрыгнуть Но волну делает, которую катет Он хотел вот так вот Ну, типа, да По диагонали А, его с бальцем свертело И, короче, да Его в это, выкинуло И он просто через голову Два раза вот так вот На высокой скорости Пока непонятно Сто процентов, что это Ну, я предполагаю, что это Разрыв креста Очевидной Отшагал я с троп-сотки Под киколой А так как реабилитационный период Еще не до конца прошел Возможно У меня сплоцкие станции Да че, ну Лягкий перерыв Ну, я в таких случаях говорю, что Видимо, Бог от чего-то меня отвел Мы сейчас находимся в городе Новосибирске Я разряжен Я грязный И нам нужно срочно поехать на мойку Я, кстати, мою свою машину Так как она оклеена Только в детейлингах Потому что на обычных мойках К сожалению, очень часто Такая ситуация бывает Что загоняют воду под пленку Все, она теперь чистая, красивая Я уже забыл, как она выглядит Когда она намытая Просто красавица Сложности в поездке у меня вообще Мне кажется, не было Ну, то есть Я не испытывал никакого дисбаланса Или дискомфорта В этом путешествии Я доехал достаточно быстро Я ехал быстро Я ехал... Вот я плейд зауважал Х тысячу после этой поездки Я не знаю, как он выжил После этих дорог Которые он катался Я летел по трассе, по дороге Которая, вот знаете, как терка Такая... Я не знаю, как моя подвеска жива Я не знаю, как мои рычаги целы Почему я выбрал именно плейд? Потому что, первое У нее самая лучшая Энергоэффективная батарея стоит Я могу быстро разгоняться И на самом деле Плейд это мой шоу-кар На Model 3, либо Model X Я бы отставал очень сильно Потому что там не такие Энергоемкие батарейки стоят То есть для меня Для нашего пробега Мне бы было сложнее Ты какой себе машины хочешь? Такую? Такую! Класс! Это второй по счету наш дом Говорят, что Если не ошибаюсь То ли 300, то ли 500 У нас же из детей Сходили Территория большая такая достаточно Сходили, там половину разгрузили Остальное сейчас тут разгружать будем Вон газель Уже пацанов дернут Кайфой от того Сколько всего привезли Сколько вот у нас заказали Вот столько мы привезли И даже больше И еще полторы тонны овощей едем Они сказали, что Им не так важны фрукты Которые у них иногда есть И иногда привозят Типа вроде как Мы типа фрукты не везете Без эти овощи Ну типа фрукты не везете Без эти овощи Тут один есть, вот он, в руках. Найдешь к нему, дойдешь к нему, скажи, дай пять. Только сразу с поезда столкнешься. Ребята, классные здесь, мы с ними общаемся, не просто это все, но это очень тепло, теплые чувства вызывает. Лично я поэтому в очках стою, чтобы слез моих видно не было. Когда ты идешь снимать, тебе же нужно снять крупный план, тебе нужно снять эмоции детей, и ты держишь вот этот ком в горле долгое время, ты понимаешь, что ты не можешь заплакать, ты уходишь с ребятами, шутишь, общаешься и возвращаешься снова к ним. Вот для меня лично пробег, его основная часть закончилась именно в Новосибирске, когда мы побывали в детском доме. Мама, расскажи мне, как все было раньше, вспомни тихо песню, зная мне не до сна. Сердце крови обливается, когда смотришь на это все, жалко трепить. Как сказал Эрик, у вас вот нет проблем, а вот у этих детишек есть проблемы. Каждая наклейка на наших машинах – это спонсор, который помогал. Кому-то мы отправляли счет на одни позиции, кому-то на другие, кому-то на третьи. Эти компании, они просто покупали то, что нам нужно, и соответственно, то, что нужно и нам, и детскому дому, и сразу оформляли доставку. В каждом городе мы это все складировали. И, кстати, вот, например, здесь в Новосибирске нам помогал офицерс Санька на «Лексусе». Понимания не было, сколько придет и что придет. Яна говорит, мы на тебя груз отправим, можно? Я говорю, да, конечно, можно, а вот есть где хранить? Я говорю, да, конечно, есть где хранить. Чем ближе была поездка в детский дом, чем чаще звонили с транспортной. К вам посылочка, к вам посылочка. Я понимаю, что по опыту, по большей части, людям вообще-то всем насрать. Раз ты смотришь этот ролик, если у тебя будет возможность воспользоваться услугами любой из этих компаний по-братски воспользоваться. ПЕСНЯ Вы знаете, я отдохнул, наверное, душой или как-то психологически, после того, как мы сделали второй детский дом, я ехал, я уже, вот у меня в душе было настолько спокойно, вот чувство выполненного какого-то долга, хотя это не долг, но мне было настолько приятно, что мы все это сделали. Я так гордился за спонсоров, за ребят, которые с нами ехали, потому что просто купить, этого мало, нужно еще приехать, нужно уделить время, нужно все это спланировать. И команда, которая в этом году собралась, очень крутая. И для меня этот год был уникальный во плане пробегов, потому что я задумался. Оказывается, что смотра ран существует уже 15 лет. 15 лет мы занимаемся больными детьми ДЦП. И это круто. 15 лет ездим в путешествия. И это тоже очень круто. Знаешь, кто это такой? Он сказал, часть пробега 2014 года. Вы у меня как выпускники. Сейчас приеду в деревню, всем покажу, Эрик Давидович отстрелил. Все, спасибо большое. В какой-то момент я включил геолокацию в телеке D3. Если кто не в курсе, подпишитесь. Мы там много чего пишем интересного. И как только я это сделал, нас начали встречать с плакатами на дороге. ФM8 Солпун-плиз. Солпун-плиз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть такое место, называется Чага И это не реклама, точнее, это реклама, но это реклама просто на респекте Просто прогуглите, я обязательно оставлю ссылку в описании Вот если вы просто поедете в это место, по дороге на машине Приедете туда, проведете 2-3 дня 4, может быть, вы кайфанете на тысячу процентов Да нет, не бывает В этих местах не так кормят И другому все выглядит, я же знаю Офигеть А какого хрена вы так готовите здесь, а? Ну, объективно, просто, что поедёгывать Тут же простые люди Да, полденно, Антон, хватит снимать, я ем Блин, можно начало фильма записать Ну, смешно уже, да? Ну, это бред какой-то Я ждал этого момента, я не знаю, наверное, всю поездку И несмотря на то, что мы ещё даже до точки не добрались Мы оказались сейчас на базе отдыха Переночевав С утра увидеть такое В ночи этого не было видно Не было возможности насладиться тем, что мы сейчас видим ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как доехал в Арпач? Вот, иди, объясни мне В 8 утра он был Он, ты не тащил, да? Вообще Он сам, он с Баналу Баналу зарядился полностью Приехал, у него ещё 70 осталось Сука, кто этот Терминатор? И знаешь, как он приехал? Слышишь, дорога ведь ад Да Как в Арпач? Это была самая сложная дорога Потому что очень большие перепады асфальта У меня очень низкая машина И представляете, я вот вчера, когда доехал, задумался Я приехал на машине, которая обгоняет Бугатти Я приехал в Алтай В горный Алтай В горы В бездорожье Я сам ещё не осознаю, как я это сделал Я когда ездил в Алтай, не в горный Я в Алтай оставлял 2 или 3, 380 розетки В отелях, в домах И отмечал в специальном приложении И чтобы люди приезжали и могли заряжаться Но здесь я не был И здесь я ничего не оставлял И я с собой розетки такие не брал Так что простите меня от ослободы Здесь я вам ничего не оставлю Насколько он отчаянный человек, что поехал в это путешествие на батарейке Нет, ну красавец Ну а ты бы сам поехал на электричку на какой-нибудь Честно? Да Нет Дали в электричку, сказали, вот, не жалко езжай Я бы поехал вообще на все бабки Нет, вот своя родная заработал, купил Нет, не поехал Ненавидела роза ментов Разлучи, кричала сердечной Напомнился, конечно, Ваня Но Ваню мы и так все знаем Он у нас уже успел и на лошади покататься И на буханке покататься И перевернуть баги И многое другое что Далее – Да, б... да, братан, да Ну... Ты всё? Да. Он мне говорит, типа, сейчас я тебе покажу, как надо ездить по бездорожью. Видел этого конченого с рулем? А я с ними ехал. А ты пристёгивался? Конечно, если бы нет, я бы в окно, бля, ничего, нахуй. Ну чё, ну купили багги, чё? Короче, покатались мы ахеренно на багги. Замечательно. Это, конечно, какое-то было проклятие вообще. Такого не должно было произойти. Вчера такую багги вечером искал в авито, чтобы купить здесь, бля, юзать её. Прикинь, ну вот она, мечты материальные. Давай звоним хозяину багги и говорим. Ха-ха-хи-хи, может ты нам перевёртыш и недорого продашь? У нас сегодня план такой. Мы выезжаем за два часа до основной колонны в сторону парома и крутим два-три круга на трассу, чтобы зарядить мою Теслу. А у нас пол четвёртого утра. Вот такая вот движуха. Готовимся к парому. Сейчас будем заряжать Теслу. Параллельно там есть зарядка, заправка с газом, которой мы заправим Раптором. И мы к парому будем полностью заряжены. Где самок? Ты чё чувствуешь? Я ничего не чувствую абсолютно. Ха-ха-ха. Так, осторожно, впереди корова и лошади. А, это лошади, бля. На заре Голоса забудут меня На заре Доброе утро! Сегодня будет веселый день. Впрочем, как вчера и позавчера. Мое утро сегодня началось с того, что я поездил за Раптором, зарядился. У меня, кстати, 530 км запаса хода. Ты покажи просто сколько. Причём, посмотри, какие машины стоят вокруг и какой стою я. Ну, ты посмотри грузовики вокруг. Ну, нормально. Изначально, когда я планировали поездку, я говорю, давайте легковые машины поедут по Чуйскому и мы встретимся в Акташе. Ну, разделить хотели команду там на легковых и джип. Ну, даже легковые сказали, что поедем с нами. Большая часть людей, которые едут на Алтай, они едут из Новосиба по хорошей дороге, по красивым пейзажам. Проезжают, доезжают до места, где дорога заканчивается и большинство возвращается. Кто-то всё-таки пытается проехать через плохую дорогу, через очень красивые места и дальше вернуться на пароме. Мы же пошли против шерсти. Что это значит? Это значит, что мы пошли с левой стороны через гор на Алтай. Мы сначала дошли до парома, загрузились на паром, 5 или 6 часов шли на пароме. Сколько бы раз ты не был на Алтае, ты каждый раз видишь что-то новое. То есть, в этот раз для меня новое, конечно, было это переправа по Телецкому озеру. На заре голоса забыл меня. Смотри, как красиво. Ты когда-нибудь встречал разряд? На заре не написал. Все думали, что зайдут на паром, сядут в тачке, просто уснут и на этом всё закончится. Потом все проснутся и просто с него съедут. На самом деле, нифига это не так. Нам это всё дело запретили и сказали, что, ну, короче, тусуйтесь на палубе, ребят. Я всё прекрасно понимаю, что вам неудобно, вам откуда-то цены лечь, поваляться. Выйдем на берег, пожалуйста. Валяйте сколько вам угодно. А на воде либо так, либо не так. Я уже не хочу спать. Я хочу смотреть, куда-то идти, что-то делать и подраться с этим капитаном. Пошёл. Да нет, я не строгий. Я просто справедливый. Проходите на свои места, пожалуйста. Основные правила на пароме – люди должны находиться в отведённом месте для пассажиров. Ни в коем случае не находиться в машинах. Сидеть, лежать, тем более заводить автомобиль. Проснулись от того, что заглох мотор, мотор сдох на лодке. Ты ехал в СРТ, так? Возможно. Убал мотор, потом ты где ехал? В чарджере. В чарджере. Ну, было дело. Что с чарджером? Дым дали, блядя. Потом ты ехал в Тигуане. Что случилось? Такое колесо отъедло. Что с багги? И уложили её тоже, блядь, разбили. Так вот, батя вчера говорит, я не поверил. Он говорит, слушай, такая хуйня. Что-то, говорит Антон, вот если, говорит Антон, на борт садится, будет... Я ему говорю, блядь. Ты шутишь? Он говорит, нет. Я говорю, давай его отселим на ту баржи. Он говорит, да ладно, нормально всё, блядь. Встали, блядь. Усталась, сломалась, не толп. Делай, что хочешь, но мы должны поехать, Антоша. Чуть-чуть не дождался мне. В машине терпелировался. После того, как мы съехали с паром, рам ТРХ просто заиграл новыми красками, потому что эта машина попала ровно в то место, для чего её, в принципе, собрали и придумали. Дороги нету, условия тяжеленные, но для ТРХ это просто было наслаждение и кайф. Пусть тайна счастья не будет разгадана нами, и мы проживем в нашей жизни неправильно, мама. Но пусть мой корабль Бог направит в утраме туда, где обрезёт свой последний приют заблудившейся стране. Глазище радуется. Душа поёт и ликует. Впечатления массы. Первый раз на Алтае. Вот, и я думаю, не последний. Я на Алтае был, ну, наверное, больше ста раз в своей жизни. Но в этот раз, ну, реально было как-то по-особенному. Я думаю, что первое и, может быть, самое главное, это люди, которые были с нами. Такого я не встречал нигде. Я понимаю, почему все говорят об Алтае и мечтают, что здесь есть то, что можно увидеть. Наверное, только на Алтае. Я как чувствовал, может быть, с колесом. Хорош. Нам нужен грибок или жгуты, что-нибудь. А Пастилецкого, да? Да, да, да. А сколько сейчас Пастилецкого? Ну, где-то час ездить. Еще час, фуень. Все можно накачивать. Кстати, где хозяин? Минут через 15 езды там, типа, написано «Монтаж есть». Вот, ребята, опять коробка проблем. Мы взяли, остановились, подождали полчаса. И, соответственно, надо было перейти. Ну, ты что, ты слышал с машины, говно наступил, а? Шиномонтаж у Сереги – место. Блин, ребята, заезжайте реально туда, если поедете. Если вдруг надо чинить колеса – сто процентов. Потому что Серега дал нам проехать перевал на нормальных колесах и доехать до нормального асфальта, где уже можно было ехать на чем угодно. Потому что дорога была просто идеальная. Это фильм. Отключайся, пожалуйста. Что за народ такой? Серега – мегаколоритный парень. Даже взять деревню в регионах обычных. Окей, там люди как-то что-то. Там нет связи, нет электричества. Дизель-генераторы, станция. Свет включают периодически. У него пятеро детей. Он живет, он их тянет. Они у него учатся. Блин, он герой. Он своего рода тоже герой. Сезон идет? На полный ящик был, видишь? Вот поеду в следующем году, привезу тебя. Приедешь, да? Я с женой приеду вдвоем. Блин, здесь чайную построил зимой. Ну видишь? Чайную построил бы, люди отдыхали, куда сидели. Да, конечно. Это хлам уберу, бля. С интернета посмотрю какую-нибудь маленькую, там, уютненькую, да? Большие города, большие люди. Борщ? Почтет. Цыпленок. Цыпленок. Все, у тебя. Главное, не деньги, да? Главное, люди и отношения. Ага. Богатые, у них радость нету. Ничего нету их. Дырка большая. Ну, видишь, тормозит. Ну, все равно-то есть все. Мой тоже иногда. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Андрюхов! Серега! Серега, спасибо. Мужик, на самом деле, молодец. Я очень много видел в рукожопах шиномонтажников, которые даже просто не могли разуть такое большое колесо. А тот человек просто в глубинке, на краю земли, просто можно сказать, смог починить полисо такого диаметра, конечно. Коротко о ситуации. Мы встретились. Спустя три с половиной или четыре часа, не знаю, вы вроде там колеса себе меняли, а мы ехали десять километров в час. Но, есть одно но. У меня расход здесь в два раза больше, чем по трассе. В два раза. Ну, если быть прям суперточным, то 1,8-1,9 раза больше, чем по трассе ехать. Я не знаю почему, то ли потому что мы в гору постоянно едем, то ли мы то, что на маленькой скорости и дорога плохая. Но меня трясет в тачке просто жесть. И все удивляются, все вот так вот лайки ставят, едут напротив, вот, навстречу, и вот так вот показывают. Кто-то окна опускает и говорит, как? Как ты тут? Как? Трос, жгуты и фуры — это три лучших друга Tesla. На всякий случай. Пока только фуры. Ну, или рапторы. Иллмаз просто перевернется. Это печально, но мы стреваем в мелочах. А был убит, а был убит, значит победа ничья. Был неправ, жил не так, как обещал учителям. Мы встретимся с тобой через жизнь, так что не скучай, эй. Пусть тай на счастье не будет разгадано нами, И мы проживем в нашей жизни неправильно, мама. Но пусть мой корабль Бог направит в драме, Туда, где обретет свой последний плюют, заблудившись о стране. Я боюсь высоты, я очень сильно боюсь высоты. И когда я посмотрела вниз и увидела обрыв, у меня была одна мысль. Я сейчас выйду через окно и просто пойду пешком в эту гору. Я не могла, меня трясло, мне было страшно, это было жутко. Потом, когда мы поднялись, Женя говорит, так тут нормально, говорит, тут каждый день машина у нас падает вниз. У нас, говорит, там они вот склад внизу лежит, их даже никто не забирает. Мы, короче, подъезжаем к перевалу. И мы сначала перед въездом, перед подъемом остановились. Она смотрит, она говорит, я думаю, пойдем, страшно, вот что это одна полоса, вот что вы, как. Я говорю, да не переживай, мол, сейчас все быстро произойдет. И тут к нам подъезжает, говорит, там сзади кафешка. Я говорю, отвлекаю внимание, я говорю, пойдем, это самое, перекусим. И все, мы пошли перекусить, постояли, там размялись. И я говорю, это самое, давай, поехали. Мы садимся в машину, и я со всего худа, как, долл в эту гору. Не бойся, смотри на меня, смотри направо. Я говорил, смотри на меня, смотри на меня, потому что она туда смотрела, у нее реально просто, у нее, говорит, я теперь понимаю, я боюсь самолетов, еще я боюсь слова, перевал. Вот этот перевал, который мы проезжали, это что-то с чем-то. Вот таких эмоций на асфальтовой дороге не испытаешь 100%. Сделали дорогу вот по краю горы. И по этой горе ты просто подымаешься. Там даже две машины разъехаться не могут. Там сбоку нету никаких ограждений, ничего. Ты просто едешь, смотришь вниз, а там полтора километра ущелья просто вниз, представляешь? Вот это вот вау, перемешку со страхом. А я не знаю, кто там не побаивался. Ну вот прям чисто ехал такой, типа, да, это обычная дорога. Но таких людей, мне кажется, не было. Вот вчера мы тащили тысячу метров вверх, тысячу метров вверх. Причем не тащили на скорости 5 км в час, а тащили там прям серьезно, там километров 70-80, прям в пол. Мы тащили в Wrangler. Просто вот в такую вот гору, в пыли и грязи на нем затягивать. Вот с этой вот мордой кривой этот Рубикон. Ты не понимаешь, влево-вправо. У тебя с верхней точки горы по рации. Давай влево, давай вправо, встречку. Пока возможно не было видеть. Ты разгоняешься, потому что не можешь остановить, потому что у него морда уже, возможно, сейчас вот-вот оторвет. По серпантинам люди едут еле-еле вот так вот очень аккуратно, тихо, спокойно там протирают пот и так далее. А мы залетали туда просто на какой-то нереальной скорости, понимаешь? Мы решили его затащить с разгона, потому что второго варианта его затаскивать не было. То есть не было понимания, насколько будет сложно его тащить, как это будет неудобно. Мы такие, раз-два-три, бай! И стартует ракета просто с прицепом, где Wrangler там болтается. Ты газуешь, ты, блин! Он не видит! Куда рулить? Мы же так вправо могли улететь! Вы по рации говорили! Крутой право, крутой лево! Теоретки говорят налево, налево, 90 градусов. Дороги? Прямо-пустая. Можете руганяться. Эй, там только сжигеть тут осталось. Да я спел, скажи! Конечно я! Ну и как бы часть-два, конечно же, мы в оконцовке потом оторвали и бампер. Вообще! Машина сзади катится, бампер, в стороне усилитель бампера, в стороне какие-то обломки, бля! И два таких чувака уходят, бля! Владельцы джипа. Такие на друг друга. И за зайцами, бля! Нас кинули на тросе и трос оторвал в чертовой матери вообще все, что мог оторвать. Но мы не сдаемся. Это понятное дело. Погрузили! Нашли какой-то эвакуатор, там где-то в 30 километрах ребята смотались в какой-то населенный пункт, нашли эвакуатор и ждем его сюда, чтобы он забрал нас и поедем. Не знаю, в идеале конечно тачку в Новосип отправить отсюда хотим. Но типа не говорят, что никто не возьмется везти далеко. Ну будем что-то думать, то что коробка не работает. Давай поедем до этого. Кто нам его вызывал, эвакуатор? Ну время уже просто прошло. А вы что там, тушенку кушать будете? Не, я туда подожду. Эмоции не передаваемого счастья. Наконец-то мы поедем дальше. Каким-то способом, Антух. Что случилось? Я поверну его, у него коробка в аварийном режиме. Она не везет, ни вперед, ни назад. Она катится, да? То есть, значит, тросы можно. Сколько денег? 8-7-90. Сувагана до Новосипа. До Новосипа? Да. Ну у меня вариантов других нет. Уже спокойно отправим их. Получается они эвакуатором на Новосип пойдут. 90 тысяч он сказал. Эвакуатор отсюда до Новосипа. Я даже не знаю, что говорить. Вы дальше или все-таки с машины отправляетесь? Да нет, поедем. Ну что? Да, дальше. Мы до конца. Ну конечно. То, что я над ней буду с ней вместе ехать, оно ничем не поможет. Да как доехали шикарно на эвакуаторе сверху. С красивыми видами. Смотрели на дождь, на грозу, на закат. Все классно. У меня едет со мной Кирилл, у него день рождения сегодня. Он такой говорит, я, говорит, не понимаю. У меня, говорит, самый лучший день рождения в жизни. Или это парашка какая-то конкретная. А где Саник? Он пытается реанимировать тормоза. Вернее то, что от них осталось. Ничего не осталось, там железки об железку. Ну в ранглер тянули когда. В гору. С горы. И блин, скрежет, 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 скрежет. Посмотреть, времени то не было. Ты же видел, что там за подъем. Вот сейчас остановились. Я посмотрю, тормоза вообще подхожу и думаю, блин, ну это совсем полный жоп. А что происходит тогда, когда уже все эти накладки все стираются, да? То есть это уже металл и металл. Подъехал в автосервис. Я говорю, слушайте, у меня один стандартный вопрос. Я говорю, мы можем взять колодку, говорю, от какого-нибудь там УАЗик, от какой-нибудь Газели, говорю, и просто подкнуть на мой ТРХ. Да. Вот сейчас будем пытаться, которую нашли в магазине колодки, наварить на старые, чтобы хоть как-то доехать. Вот такой вот будет кастом. Как? Ну типа чуть-чуть площадь. Чуть-чуть площадь торможения меньше. Да, я буду пораспокойнее, потому что мы сейчас мутим уже колодки и диски уже. Короче, в итоге на моем ТРХ сейчас, на доджераме, у которого 700 с хреном лошадиных сил, у которого 3 с хреном тонны, еще плюс ко всему, да, колодочки вот такие вот, от Land Cruiser 100. И я, блин, настолько педантично и аккуратно двигался потом в колонии, когда ехал Warpatch, когда ехал другой ТРХ, и F-150, Raptor, еще и X6 с нами. Я говорю, ребят, по рации передаю, давайте так, у кого же вы подешевле? Иван, какие вы испытываете эмоции от путешествия? Да видишь, что-то слезился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотроран уже 15 лет. За 15 лет. Понятно, что тогда электричек не было. Но это первый случай такой, чтобы с нами в пробег поехала электричка. И это, конечно, удивительно, как он проехал это. Просто пацан на духе перменно-сибирском. И он показал всем, что даже при том условии, что ни хера нет инфраструктуры, можно, возможно, это проехать. Мне кажется, он хитрил. Мне кажется, там транспортные вертолеты, поезда, автовозы, не знаю. Невозможно. В моем понимании до сих пор невозможно. И он еще поехал дальше в Сибирь. Он поехал к себе домой на родину. Когда он проезжал вот этот путь на горе, я сидел и думал, гадал. Думаю, блин, что же он себя там оторвал? Там бампер, может, задний, может, передний. Не вырвал ли он рычаг себе какой-нибудь или что-нибудь. Но он приехал. У него даже там, ну, чутка там диски коснутые. Ну, это по сравнению с тем, какой маршрут он преодолел на такой машине, это очень сильно. Раньше был вопрос, знаешь, там, покупать электрички, не покупать электрички. Знаешь, там, по России куда-нибудь поехать и так далее и тому подобное. Мне кажется, после этого пробега у большинства людей, которые посмотрят, да, вот этот фильм, который будет, вообще отпадет просто сомнение, что можно, точнее, можно ли покупать в России электричку. Все, тут как бы вот так вот, больше вопросов нет. Встретил день рождения свой на Алтаве. Офигеть, никогда в жизни не подумал бы, что, ну, что так может быть. Новый день Встреча с новым День В pills Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И они ждут этого общения Спасибо всем спонсорам, участникам за все эти 15 лет Кто в этом участвовал Кто помогал делать жизни этих несчастных детей чуточку лучше Спасибо вам большое С многими видимся, с многими не видимся Но ваш труд и ваша любовь, которую вы тогда вместе со мной дарили этим детям А она со мной вот здесь всегда Спасибо вам Ну привет, ну привет, и я с ней Ну привет, ну привет, на-на-на Ну привет, ну привет тебе Розовый трон О себе напомни мне Одной район Он на моей ладони И линии судьбы На ней пересекаются в одной Небо не суди Я пьяный молодой Был юность Лишь воспоминания Могут назад вернуть нас Грустно Ответы спрятаны В странных чувствах Почувствуй Мама, времени нет Мне надо бежать Меня ждут этот огромный мир Мы сгораем в огне Этот пожар Верю греет других Мама Не упрекай Без ошибок никак Без ошибок не смог бы я Слышу твой голос Я не вижу, но чувствую Кататься слезы Мама Я пишу письмо себе вперед То мама накрывает на стол И извилистно, но честно, путь Убитый рукой Меня ведет в уставшую юность Я иду снова разбитый в дом Да, мне так хочется свернуть туда Где ночь? Играет луна И что-то пьет И с ней Ну привет Ну привет И я здесь Ну привет Ну привет Ну привет Привет Тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!